Всем привет, дорогие друзья! Да, я знаю, вы ждёте от меня кое-что другое, и это будет завтра. Но сегодня просто у меня пришёл мобильный телефон, и я засниму видео немножко не по теме. Вскрываем нашу посылочку из Китая. Завёрнута она хорошо. Вот, собственно, и коробка. Дело в том, что я сегодня хотел рассказать об одном способе, как покупать телефоны на Алиэкспрессе. Думаю, некоторые знают, но некоторые, может, и не знают. На Алиэкспрессе можно купить два типа телефонов. Новые, но не китайские, то есть они китайских разработчиков, собраны в Китае, но вообще сейчас всё в Китае собирают. В общем, полностью прошедший весь цикл разработки в Китае. Но также на Алиэкспрессе можно взять и восстановленные телефоны известных марок, например, iPhone и Samsung. Я взял себе восстановленный телефон LG. Сейчас расскажу, почему. Давайте откроем сначала. Вот, чёрный телефон LG. Optimus G Pro. Модель этого телефона вообще 2013 года. И в 2013 году он был флагманский. То есть лучше телефон из семейства LG. Посмотрим сначала, что входит в нашу комплектацию. Так, вскрываем эту штуку. Что тут ещё у нас? Коробочки. Ну, ничего себе. Зарядка неплохо, что не китайская, а евро. USB кабель от LG. Китайская, конечно же. Небольшой гайд. User's Guide. На английском всё будет. Опа, наушники. Ничего себе, у меня как раз ломались. Наушники, конечно, по-любому будут плоховаты. Но мне пойдёт. А это какой-то подарочек от трудовца, видимо. Ну что это, блядь? Забирается. А подставочка для телефона такая? Ничего себе. Неплохо, неплохо очень даже. Смотрите, как работает она. Ой, ладно. И... Что это? Я не знаю, что это. Пишите в комментарии. Какой-то бриллиантик на подставочке и... Какая-то пипка непонятная. Это что? Брюлки, что ли? Чё, не пойму. Ладно, теперь серьёзно. Внешне телефон изъянов никаких не имеет. Самое главное, я сказал, что купил я его всего за 7 тысяч. Хотя новый такой будет стоить где-то в два раза больше 14-15 тысяч. И на Алиэкспрессе вы, конечно, не найдёте новые фирменных марок. Так вот, что значит восстановленный телефон? Дело в том, что в западных странах, если люди покупают телефон и в нём какой-то дефект, они несут его в салон, где покупали, и меняют его на новый. В телефоне дефект исправляют, но он уже не считается как новый. Поэтому их отправляют в Китай и продают как восстановленные. Где-то все они в два раза дешевле стоят. Это значит, что процессор, материнская плата на нём бэушная, а все детали, которые могут испортиться, дисплей, корпус, батарейка, заменены. И они новые. То есть, конечно, маленькая вероятность есть, что может быть какой-нибудь будет дефект тут. Но она может и на новых китайских телефонов, тем более не у общих китайских фирм. Вот, например, у этого продавца, на котором я купил этот телефон, в комментариях не было почти ни у кого дефектов. У одного, по-моему, кнопка включения западала. У меня вроде нормально работает. Тем более, что если что, на Алиэкспресс всегда можно договориться с продавцом о возмещении ущерба. Вплоть до полной стоимости телефона. Просто продавцов надо хороших выбирать. Вот, например, как этот, у которого я брал телефон. Давайте теперь включим телефон. Пленку я сдеру. Ак данный аккумулятор сначала проверим там контакты. Да. Контакты делают заклеенными, чтобы телефон, если что, не взорвался по пути. Аккумулятор так легко вытаскивается. Аккумулятор, видите, фирмы LG на 3140 мА. 5,5 дюймов, здоровенький телефончик, конечно. Ну, характеристики процессора 1,7 ГГц, 4-х ядерный. Включаем наш телефон. Вот, в общем, телефон включился. Ого. Сенсор, в общем, работает быстренько. Сейчас надо поставить русскую версию. А, вот выбираем язык. Languages. Ищем русский. Русский. И вот, нате вам, китайский телефон на русском. Ссылку я на этот телефон оставлю в описании. Продавец хороший, проверенный. По отзывам тоже все хорошо. Доставка прям быстро, 22 дня всего где-то. И телефон дошел. Если будут какие-то изъяны в процессе эксплуатации, я обязательно вам расскажу об этом. Пишите в комментарии, если хотите, чтобы я сделал подробный обзор на этот телефон. Ну и вообще, зачем я заснял это видео? Просто я хотел сказать вам, что если вы берете телефоны в Китае, то, например, за 7000 рублей вы можете взять вот этот LG флагманский 2013 года. Или какой-нибудь китайский. Характеристики у него будут похуже. И тем более он китайской разработки-то. Китайской фирмы. А вероятность того, что будут какие-то изъяны, примерно, наверное, одинаковая. Поэтому я вам советую, что если уж берете телефоны в Китае, то вполне можно брать восстановленные. Можно даже брать новейшие iPhone 6 и Samsung какие-то много. В общем, думайте. Ставьте лайк, если вам это видео было полезно. И подписывайтесь на канал. Завтра будет выпуск про Ардуино.